21 октября в Гдовском районном суде закончили рассматривать иск кандидата на должность главы района Евгения Васильева. Он оспаривал итоги голосования на 17 избирательных участках из 20 и требовал предоставить видеозаписи. Судья Андрей Широков после четырёх заседаний отказал в удовлетворении иска Евгения Васильева. На какие доводы ориентировался судья, кто достоин смотреть видеозаписи с избирательных участков, почему было вынесено такое решение и возможно ли добиться правосудия в районных судах Псковской области. Эхо Псковы снова отправилось в Гдов, чтобы следить за ходом судебного процесса. Сегодня у нас было судебное разбирательство, снова с бесконечными перерывами, отлучениями суда, немотивированными. Один раз суд даже предложил мне передохнуть, я объявил перерыв на полчаса. Было жарко сегодня. По итогам было вынесено судебное решение. Суд решил отказать в удовлетворении административных исковых требований. Суд посчитал, что выборы проведены в абсолютном соответствии с законом. Подробности мы узнаем из замотивированного решения суда, которое нам обещали изготовить в следующий понедельник. Процесс был очень интересный. Мы допросили в качестве свидетелей председателя территориальной избирательной комиссии и председателя участковой избирательной комиссии. Они между собой не совсем совпадают в коммуникации. То они знают, как работает камера видеонаблюдения и уверены в том, что они работают хорошо, но то они не могут подтвердить, как работали эти камеры и работали ли они вообще. По их мнению, камеры были просто установлены, а потом по окончании голосования были просто сняты. Картинку с камер никто не смотрел, но видеозаписи обязательно хранятся, и эти видеозаписи нам не будут представлены. В связи с этим суд отменил свое решение об истребовании видеозаписей и сообщил нам о том, что все наши доводы это всего лишь предположение. На мои доводы о необходимости суда всесторонне проверять обстоятельства дела и оказывать содействие сторонам истребований доказательств, если этих доказательств нет у стран, и они хранятся где-то в третьем месте, суд никак не прореагировал. То есть сегодня произошел отказ в эффективной судебной защите. Но мы пойдем дальше, будем подавать апелляционную жалобу, встретимся в коллегии судей Псковского областного суда. После заседания сложились интереснейшие впечатления. И первое впечатление такое, почему просто не просмотреть видео и решить бы все вопросы. То есть, значит, получается, есть чего скрывать. В общем, все. А как по вашему мнению, вот те доказательства, которые приводит ответчик, они, ну, вообще, это что такое? Ну, что там ответчик приводит? Это... Есть существенно то, что записано на видеокамере. Остальное все это, то, что приводит ответчик, это полное слово блуде. А как, на ваш взгляд, вообще, какой будет итог решения? Что вы думаете по этому поводу? Итог решения будет предсказуемым. Выскивают отказанно. Сначала судья Андрей Широков принял решение отменить свое же ходатайство об истребовании видеозаписей с участков, где проходило голосование. Он сослался на те же доводы, что приводил представитель ТИКа Борис Соколов. Нет конкретных тайм-кодов нарушений, факторов, фамилий. Хотя 21 октября истец снова указал на два конкретных нарушения. Нахождение постороннего человека на участке по улице Колхозной уже после закрытия УИКа, а также нарушения по участку в деревне Полично. По данным ИСЦА, 7 сентября с 11.00 до 14.00 в деревне Полично, во время отсутствия наблюдателя в Урне внезапно появилась пачка бюллетеней. Но ни в одном из 31 пунктов, за исключением тех, которые мы сейчас рассмотрели, не указано, какие именно нарушения. Указано интервал, дата и общий, что в этом интервале граждане, личность которых на этапе благотолки не установлена, подменили бюллетене, хранясь в сих пакетах. Уважаемый суд. Разрешите? Именно сегодня я выразил ходатайство об истребовании конкретного времени, места, подателем, на каком участке судом, к сожалению, было отказано. Выстретивание видеофиксации этого участка. Я вам еще раз на перерывы объяснял, что суд первоначально истребовал, хотя заявление суд имел право полное оставить без движения, так как не конкретизированы нарушения. Но истребовал. В связи с ответом представителя ответчиков суд частично отказал. А сейчас, приточнив ваши требования и требования, суд читает отказать в полном объеме удовлетворения заявленного ходатайства, потому что неоднократно судом предоставалась вам возможность представить доказательства, какие нарушения допущены, или указать, конкретизировать нарушения, по какому участку, какие лица голосовали вне законы, или как там вы пишете, бюллетени были. Должно бы это быть подтверждено, тогда суд имеет право проверить конкретные факты, но не полностью проверять выборы, как вот Виталий Михайлович сказал. Именно сегодня конкретное время и было заявлено, Ваша честь. В результате чего вы отказали в просмотре данного нарушения? В смысле просмотры? У нас нет видеозаписи никакой. Надо истребоваться. Надо истребоваться. Суд истребовал. Ими не считать нужно предоставлять. Пояснение стороны является также доказательством согласно требованиям Кассы РФ. Так, ну спорить мы не будем? Я объясняю нашу позицию, Ваша. Позиция мне понятна, Ваша. Напомним, что видеозаписи с участка на улице Колхозной избирком также отказался предоставлять. Там свидетелем нарушения стал сам Евгений Васильев. Он утверждает, что после закрытия участка оттуда вышел посторонний человек в сопровождении полицейского, что противоречит федеральному закону номер 67. Тогда вместо предоставления видеозаписей Борис Соколов заявил, что из-за скачков напряжения в электросети записи перемешались и теперь невозможно установить, какой конкретно файл в архиве соответствует заявленному месяцам времени. 21 октября суд также опросил двух свидетелей – председателя ГДОВского ТИК Антонину Веселову и председателя участка номер 493 на улице Колхозной Светлану Дербеневу. Антонина Веселова заявила, что видеозаписи предоставлять не будет, потому что во время выборов не было жалоб от наблюдателей. Она отметила, что инструктировала сотрудников по работе с камерами, но не знает, записывает ли устройство звук и не помнит, какие запросы писала в Россети и в кампании по установке камер. Расскажите, вот когда слушали свидетелей, что они говорили, насколько их показания контактятся друг с другом и с вашими показаниями в том числе, потому что мы с вашей стороны не заслушали свидетелей вообще. Да, с нашей стороны не было свидетелей, подчеркиваю, со стороны ответчика свидетели были. Председатель территориальной избирательной комиссии, она расписалась своей некомпетентности в отсутствии информированности по избирательным участкам, ссылаясь на то, что все все знают, а общение с председателем УИКа показало обратное. Председатель не знает многих вещей. В первую очередь для нас это было интересно. Это по результатам видеозаписи. Более конкретно могу сказать, запись, если и велась, то нам было заявлено, что это представить невозможно. Я хочу ознакомиться со всеми материалами. С какими именно мне эта возможность предоставлена вам? Может, вам и предоставлено как председатель? Я считаю, что если жалоб и особых мнений в ходе голосования не было, то ни с какими. То есть вы меня ограничиваете, да? Вы сейчас не кандидат? Вы сейчас являетесь кандидатом? Нет. Так, свидетель не задает вопросы. Я не понимаю вопроса, которые задает мне Евгений Геннадьевич. Совершенно не понимаю. Могу ли я ознакомиться... Конкретизируйте вопросы. Могу ли я по запросу суда ознакомиться с материалами видеофиксации? Я считаю, что это решает суд. С чем вы можете ознакомиться, с чем вы не можете. Насколько я знаю, суд еще в сентябре обязал вас предоставить материал. Суд? Да, именно суд. Обязал? Обязал. Я вам скажу, что... Так что, давайте, Евгений Геннадьевич, суд направил в рамках определения, или определения, где указано представить документы. На этот запрос был дан письменный ответ. И устно представитель ответчиков дал пояснение, по какой причине не представлены записи, видеозаписи. Хорошо, с носителями бумажными могу ли я ознакомиться? С материалами по надуманному голосованию. А вы знаете, что эти все материалы содержат персональные данные? Знаю. А у вас на каждом участке были наблюдатели, насколько я знаю. И от партии, и от Блоката. Не на каждом. Практически. И от Васильева. Так, Антонина Игоревна, я вам делаю замечание, не надо вступать в спор с ИСОН. Я не понимаю вопросов, Евгений Геннадьевич. Вы ответьте на вопрос. Может он? Нет. Не может. Я считаю, что нет. Не надо давать пояснение, там были наблюдатели, не были бы наблюдатели. Антонина Игоревна, как председатель ТИК, который постановление о порядке видеофиксации и видеорегистрации подписывал, разъясните, пожалуйста, что в итоге было организовано на избирательных участках? Видеофиксация, видеонаблюдение или видеозапись? Еще раз. Что было организовано на избирательных участках в целях обеспечения прозрачности и открытости деятельности избирательных комиссий? Видеофиксация, видеонаблюдение или видеозапись? Я считаю, что видеофиксация. Видеофиксация. Хорошо. Эти видеокамеры звук пишут? Я не являюсь техническим специалистом, я не могу ответить на этот вопрос. А вы проверяли работоспособность камер? Проверяют председатели при установке камер, председатели участковых комиссий. А председатели УИК являются техническими специалистами? Нет, но технические специалисты устанавливают и показывают все, что они устанавливают. А теперь поподробнее. Он показывает сам факт установки камеры или то, как она работает? Картинку, как она работает. А где эта картинка демонстрируется? Я не знаю. Я не могу вам сказать. У нас в материалах дела есть три документа, представленные представителем административных ответчиков в прошлое заседание. Это ответ сетевых коммуникаций от 15 октября. От 17 октября 2022 года ответ в адрес сетевых коммуникаций от НИЦ технологии и справка из Россития 4 октября 2024 года. Я буду задавать вопросы по этим документам, потому что они были представлены именно как элементы одной цепи. Два из этих ответов на ваше имя. Уважаемая Антонина Григорьевна, отвечающая сетевые коммуникации. Антонина Григорьевна? Игорьевна, прошу прощения. Антонина Григорьевна, отвечающая сетевые коммуникации. В рамках исполнения договора от августа 2024 года, заключенного с сетевыми коммуникациями, был произведен монтаж, настройка, демонтаж. При выгрузе видеозаписи с камерой, расположенной на участке по адресу колхозный, дом 54, участок 493, было выявлено несоответствие времени, указанного на имеющихся записях, фактическому времени. Не совсем понятно, что имеют в виду сетевые коммуникации, отвечая вам. Может, вы подскажете, какого вопроса задавали сетевым коммуникациям? Что вы у них спрашивали? Почему вам непонятно? Мне непонятно, что значит при выгрузке видеозаписи с данной камеры. Куда вы окружали видеозаписи? Не имею понятия. А что вы спрашивали сетевые коммуникации, чтобы они вам так ответили? Я спрашиваю сетевые коммуникации, чтобы они ответили. Что вообще, как камеры писали. Может, у вас есть этот ответ, копия его в запрос. Хотите, я вам покажу, как выглядит этот текст. Может, вы вспомните, какие вопросы вы в сетевые коммуникации направляли? Смотрите. Там же все родится на вас. Вопросов ваших нет. Не совсем понятен предмет вашего обращения в сетевые коммуникации. Вы спрашивали в отношении всех видеокамер, или только этого участка, например. Только этого, которого вы запросили. Этого и тех, которых вы запросили. Вы спрашивали о том, были ли сбои при записи, или не спрашивали? О сбоях при записи самой вы спрашивали? О сбоях при записи. Мне было интересно, как они писали. Да, были ли сбои. Давайте по существу вопросу задавайте. По существу. Что вы спрашивали у сетевых коммуникаций? Покажите ответ текста вашего запроса в сетевые коммуникации, на который 15 октября приходит такой ответ. Мне будет понятно, что значит этот ответ от сетевых коммуникаций. Чтобы мы понимали, ответили ли ли сетевые коммуникации на те вопросы, которые обсуждаются в заявленном иске. Можем ли мы ссылаться на это письменное доказательство? Потому что в самом ответе есть много противоречий. Камеры устанавливаемые по договору, представленные заказчиком, произведены ООНИ с технологией, запятая, приобретены в 21-м году. Кем они приобретены и кем они произведены? Установка производится в 24-м году. Каждый год нам устанавливают. Вы спрашивали о том, какого года камеры вам установили? Это важно. А почему это важно? Потому что это важно. Для нас это важно. Чем отличается камера, которая в 21-м году приобретена от камеры, которая в 22-м году приобретена, я не могу понять. Этот документ приносит представитель, говорит о том, что вот такой вот ответ какой есть. Мне кажется, что вы на ней сейчас путаете. Можете вы ответить, Натаня Игоревна, на этот вопрос или нет? Я не могу. Ну только скажите. Я не понимаю вопрос. Хорошо, уважаемый суд. Вопрос в отношении ваших письменных пояснений от 7-го октября 24-го года, номер 150. Ваша подпись тут стоит. На четырех листах. На третьей странице черным по белому написано. Запроченные материалы общей продолжительностью 1071 часов предоставить не представляется возможным. Стоит точка. Никакого объяснения, почему не представляется возможным, в тексте этого ответа не приведено. В ходе судебных заседаний мы услышали несколько разных версий, почему их не представляется возможным. Скажите, что вы имели в виду все-таки? Почему невозможно? Потому что не было жалоб. Ни особых мнений, ни жалоб. От тех же наблюдателей, от партии Яблока, либо от кандидата Василиева Евгения Яновича. Хорошо, тогда для собственного понимания и уточнения. Я правильно понимаю, что вы отказываете в предоставлении видеоматериалов в суд, потому что не было жалоб в ходе дней голосования. От этого невозможно их представить в суд. Чтобы их представить, нужен специальный технический специалист. У вас уже это пояснялось. Представим, что если у нас есть этот специальный технический... У нас нет. У нас в судебном процессе появляется представитель сетевых коммуникаций. Вы ему сможете представить? У вас появляется... Вы меня опять повторите. Если у нас будет вызван в суд специалист, сотрудник ООО «Сетевые коммуникации», вы данному сотруднику ООО «Сетевые коммуникации» сможете представить видеоматериалов? Я еще раз поясню суду и вам, что показываются видеозаписи с участков, когда есть какое-то конкретное нарушение, есть жалобы, либо особое мнение членов комиссии. В каждой комиссии у нас член партии «Яблоко» есть? Есть. В каждом, практически у нас на каждом участке был и наблюдатель и от «Яблока», и от Евгения Васильева. Тогда я хотел бы уточнить смысл вашего постановления 85.337 о видеорегистрации. Там есть пункт 5.2. В нем черным по белому написано следующее. «В случае рассмотрения в суде жалобы в скобках заявления на решение избирательной комиссии об итогах голосования сроки хранения соответствующих видеозапражений преодолеваются. Вы какие видеоизображения собираетесь хранить с продленными сроками, если вы их даже сейчас не будете никогда никому предоставлять, по вашему мнению? Потому что ни одной жалобы и ни одного особого мнения вне голосования не поступило». Да, я считаю, что не поступило жалобы и особых мнений, значит, в видеозаписи. Вот давайте так, если бы в день голосования была жалоба в конкретный промежуток написана, тогда бы мы рассматривали этот факт. Скажите, пожалуйста… И суд бы тогда запросил. А как-то вот пункт 5.2, который в черном по белому также пишет другой абзац. «Видеоизображения, полученные с использованием средств видеофиксации, предоставляются по запросу суда, рассматривающие соответствующее административное дело». Здесь нет ни слова жалобы или заявления, или особое мнение. Постановление подписано вами. Вы почему сюда не включили условия о том, что предоставляются по запросу суда, рассматривающие дело, в случае, если бы не голосование, поступали жалобы. Как мы могли до сегодняшнего дня узнать о том, что для того, чтобы истребовать видеозаписи, нам нужно подавать жалобы в течение дней голосования? Уважаемый Сокров, раздражаю против данного вопроса. И стекст в своем вопросе указывает на несуществующие факты в плане того, что решения территориальной избирательной комиссии принимаются коллегиально, а не лично председателем, на что вы указываете. В связи с этим данные решения принимаются непосредственно комиссией, а не лично председателем. И пояснять относительно того, каким образом и в связи с чем было принято то или иное решение, как председатель с точки зрения физического лица от своего имени, не может данный ответ прокомментировать. Это вопрос непосредственно комиссии. Я уточню вопрос. Вопрос у меня обращен вам, как к председателю, который присутствовал в ходе обсуждения проекта постановления 85.337 о видеорегистрации. Вот в ходе обсуждения вы как обсуждали пункт 5.2? Вы обсуждали между членами комиссии, что этот пункт 5.2 предусматривает обязательное направление жалобы в дни голосования, а в отсутствии такого обсуждения, как поданные жалобы, вы не считаете возможным предоставить суд истребованные видеозаписи. Как обсуждался пункт 5.2? Уважаемый суд, опять возражаю. У нас свидетель вызывался для дачи пояснений, а не относительно каким образом принимались те или иные решения. Вы говорили, что свидетель вам необходим для того, чтобы выяснить те события, которые происходили в дни голосования, в том числе, какое отношение данный вопрос имеет непосредственно к принятию решения. Все ходатайства рассматриваются непосредственно в суде и председатель к данным вопросам отношения не имеет. Уважаемый суд, то есть я понимаю так, что я должен был запросить либо какое-то лицо в ходе выборов, а возможности такой. Я не имею, поскольку это должно делаться через суд. К сожалению, до суда мы смогли дойти максимально быстро. И только сейчас мы можем осуществить запрос видеофиксации. Раньше мы этого сделать не могли, как утверждают. Хорошо, вопрос следующий. Мы говорили про ваши запросы в сетевые коммуникации. Вы сказали, что вы не являетесь техническим специалистом. Но вот опять же ответ из Россети 4 октября 2004 года на номер 149. Уважаемая Антонина Игоревна, ваше обращение рассмотрено. По вопросу электроснабжения. Какие вопросы вы в Россети направляли? Что вы хотели у них уточнить? Были скачки напряжения. Где? По всем участкам. А зачем вам скачки напряжения? Какое это значение имеет для хода голосования? Хочу понять, как это связано с деятельностью ТИК. Что происходит при скачках напряжения? Вам там сетевые коммуникации ответили. Это не нам, это вам. Так, давайте вернемся к сетевым коммуникациям. Так, Виталий Михайлович, вот эти запросы, по которым вы задаете вопросы, когда они сделаны датированные? Я не знаю, когда датированные запросы, я вижу, когда датированные ответы. От 15 октября, вот я сейчас смотрю документы. А другой от 4 октября, 24 год. Входя за себя, потому что ты задавал такие вопросы, вот и данные вопросы будем направлены. Вот сетевые коммуникации мне говорят, однократное либо многократное кратковременное отключение питания. Это не скачок напряжения. Вот это все, что про электропитание тут написано. Про скачки. Виталий Михайлович, свидетель сказал, что она не специалист в этой области. Почему вы там, я не знаю, ставите какие-то вопросы? Уважаемый суд, но она не специалист. Забросы эти были сделаны в рамках рассматриваемого дела. А что было написано, что спрашивалось? Ведь если у нас не сходятся два документа между собой, мы не можем их оценить в качестве сопоставимых доказательств. Они противоречат друг другу, получается. Так а что эти ответы-то вам дают? Я не понимаю. Вообще ничего не дали. Уважаемый суд, я хочу понять, почему видеоизображения... Какое отношение они имеют к тем нарушениям, которые вы указали? Прямое непосредственное. И прямом, и, то есть, первым, извиняюсь, выиски, и уточненном? Уважаемый суд, это имеет прямое непосредственное отношение к тому, что я указал и в первом тексте искового заявления, и в уточненном тексте искового заявления. Дело в том, что в силу принципа, который неоднократно тут звучит, установленного в 67-м федеральном законе, деятельность избирательной комиссии осуществляется открыто и гласно. Вы уже об этом говорили, прошли судимы свидания. Так, если я говорю... Стояться не надо. Если свидетель выслан, давайте задавайте вопросы. Хорошо, вернемся к вопросу. Вы спрашивали про скачки напряжения или про отключение питания, сетевые коммуникации и рассети? Я не помню. А вы можете поднять этот документ и продемонстрировать его суду? Что вы спрашиваете? В запросе. Я не понимаю, зачем это? Это необходимо для установления обстоятельств дела. Всесторонне, полно и объективно. Потому что... Уважаемый суд, я объясню свой подход. Дело в следующем. Дело в следующем. Когда мы подаем ходатайство, нам отвечают, что не представляется возможным представить документ. Сейчас я хочу узнать, есть ли такая возможность представить такой документ, чтобы в пустую не подавать ходатайство. Так если суд запросит у вас, ваш запрос в сетевые коммуникации, в сети, у вас будет возможность представить текст этого запроса суду. Ну и сходящий, входящий. Где-то учет идет. Ну и от меня все вы за документы хотите, мне кажется. Это правда. Это правда, что мы хотим все документы, которые были запрошены. Уважаемый суд, я объясняю. Дело в том, что не в наших интересах получить решение суда, в котором будет написано. Административный истец не привел доказательств. В связи с этим доводы основаны на предположениях и не подтверждаются ничем, что нарушает 62-ю статью КАС. Раз на нас возлагается обязательство доказывать обстоятельства организации избирательной процедуры в Гудовском районе, и нам неоднократно подтвердили, что мы теперь, не являясь кандидатом, не имеем доступа ни к какой документации, то мы можем исключительно ее истребовать. Истребовать из тех мест, где она хранится. 67-й ФЗ предусматривал, что эта вся документация хранится в территориальной избирательной комиссии. Не в УИКах, а именно в ТИКе. Не у нас хранится, у нас есть такие неприятные наколы. Есть такие запросы? Внутренне в оборот. Он к избирательной комиссии, избирательной документации никакого отношения не имеет. А почему имеет отношение ответы? На данный запрос и был представлен ответ. Содержание ответа комментировать, это прерогатива непосредственно той организации, которая данный ответ готовила. Как может председатель, получив ответ, прокомментировать, почему именно таким образом был написан ответ с соответствующей организацией, которая наделена этими полномочиями и осуществляет техническое сопровождение по соответствующим услугам, которые она оказывает. Поэтому я возражаю против таких вопросов с точки зрения, потому что они к делу в настоящее время никакого отношения не имеют. Вы хотели свидетеля допросить по конкретным вопросам, связанным с деятельностью в ходе голосования, а сейчас получается, что ни одного вопроса касательно тех обстоятельств, которые вы хотели задать, вы сейчас не задаете. пытаясь запутать свидетеля какими-то предположениями и своими же выводами, которые, опять же, основываются на каких-то ваших внутренних убеждениях и предположениях. В реестре заявок на голосование вне помещений для голосования велись? Конечно, велись. А где они хранятся? В территории ЛСБЦ Николаевской. А почему вы их не представили по запросу суда? Потому что персональные данные. А почему вы представили протоколы об итогах голосования, если в них тоже есть... Потому что по вашему иску мы можем предоставить протоколы, копии протоколов. Кто же? Пойдем дальше. А заявления самих избирателей о голосовании вне помещений для голосования вы тоже не представляете, потому что там персональные данные? Да, тоже персональные данные. А можете ли вы удалить персональные данные? Представить? Закрыть их? Отсканировать? Нет, это не копия будет уже. Скажите, пожалуйста, акты о проведении голосования с использованием специонарного ящика для голосования сейф-пакетов составлялись? Составлялись, и ваши наблюдатели все фотографировали и фиксировали, даже как эти сейф-пакеты клались в сейф для хранения и опечатались. Скажите, пожалуйста, а сейф-пакеты, которые были упакованы в рюлительни с первых двух дней голосования, где сейчас находятся? Ну, комиссии их не хранят. У нас нет такого инструкции, чтобы хранились сейф-пакеты использованные. А как вы отвечали на вопрос председателей комиссии о том, что делать с сейф-пакетами? То есть, что делать с сейф-пакетами? Ну, как вы отвечали? Вам задавали некоторые председатели комиссии? Меня никто ничего не задавал. Никто не интересовался сейф-пакетами? А что в инструкции написано? Ну, почитайте. Спасибо за это. При этом оказалось, что председатель избирательного участка на улице Колхозной Светлана Терпенева действительно покинул участок на 10-15 минут позже закрытия. Значит, с 7-го числа, 6-го, 7-го, 8-го происходили выборы. Значит, закрытие участка проходило ровно в 20 часов. 7-го числа, это второй день, второй день голосования. Значит, как и в первый день голосования, мы все закрыли, вернее, закрылся участок, после чего были помещены, значит, бюллетни в сейф-пакеты, в сейф опечатано, в присутствии комиссии присутствующих всех, кто находился на избирательном участке, без присутствия посторонних лиц. По времени это было уже начало 9-го, может, минут 10-15. Ну, я не засекала по времени, но вышли, значит, все из участка. Я оставалась, почему я осталась, потому что мой супруг развозил всех членов комиссии, и я бы сказала, что пока я инструктирую сотрудника полиции, он приедет за мной уже позже. Я проинструктировала, ну, буквально в течение 5-10 минут сотрудника полиции, что никому посторонних дверь не открывать. Где находится у нас опасный выход, мы проверили, он был закрыт. так как не было у нас там ни водопровода, ничего у нас, биотуалет, поэтому, ну, это, конечно, к делу не относится, но по факту то, что мной был, проинструктировал сотрудник полиции, и все. Собрала я свой пакет там чай, кофе, что мы берем с собой, оделась и вышла. Я подъехал супруг, мы сели в машину и уехали. Никаких, можно это, я сразу предупреждала сотрудника полиции, что при каких-то чрезвычайных ситуациях, первое, значит, он звонит в полицию, докладывает, значит, полицию, и мне звонит, что если какие-то ЧП, вот, никого посторонних, чтобы он не пускал, и никаких звонков, ничего в тот день, и вообще за все выборы не поступало от сотрудников полиции, посторонних никаких на участке не было. Просто хотелось бы уточнить, исходя из показаний Василия, он указывает, что вы в 10 часов, ориентировочно 10 минут сначала покинули избирательный участок, потом вернулись и ушли в 20-21, предполагает он так? Нет, нет, такого, я покинула этот избирательный участок и больше не возвращалась. У меня нет больше вопросов, похоже, мой сайт отличался. А видеокамеры работали? Видеокамеры у нас были установлены, а я не проверяла. Ну, мы же председатели, вы же не могли не проверять. Ну, когда нам их установили, все, больше мы к ним не касались. Нам их устанавливают и так же снимают. Я их не касалась. Вот они вот есть. Нет, но вы смотрели, как они функционируют, не функционируют. А я не понимаю. А у нас никуда, как я не могу. Нам сказали, что видеонаблюдение было и все. У вас на участке нет видеонаблюдения? Было. Нет, ну, картинку можно было посмотреть у вас? Нет. А где можно было? Я вот как три года председатель на участковых избирательных комиссиях, мне никто картинку не показывал. Я доступа к этому не имею. Электричество не отключалось? Электричество нет. Скачки напряжения были? Я не замечала. Что касается заявленного мной момента, когда председатель избирательной комиссии незаконно, как выяснилось, находился на избирательном участке, это фактически подтвердилось. От 10 до 15 минут председатель находился в отсутствии наблюдателей, в отсутствии членов комиссии. Чем председатель занималась в этот момент, я как бы сказать не могу. Ну и суду, в принципе, это было неинтересно. Хотя нарушение, на мой взгляд, серьезное. Почему не допустили свидетелей с вашей стороны? Да по разным причинам свидетелей не допускают. По надуманным причинам в том числе. Это делалось нагло, это делалось в открытую. В общем, интересы граждан Гдовского района, интересы мои, как заявителя, были полностью нарушены. Причем об этом указывал я и в ходе судебного заседания, и господину Широкову об этом говорил лично и в открытую. Так, еще поздно ходатайство есть какие-либо? Уважаемый суд, в ходе этого заседания родилось ходатайство о вызове технического специалиста. Потому что, не знаю, как у вас сложилось впечатление, но у меня нет никакого понимания на данный момент, кто же может эти видеозаписи получить, хотя бы посмотреть, а в каком виде существуют эти видеозаписи, и как они вообще связаны с батарейками. Нам нужен технический специалист, который будет ответить относительно тех абзацев, которые в ответе сетевые технологии изложены. Мы можем из этих сетевых технологий попросить поехать к нам технического специалиста, с эту мифическую фигурку. Тем более, у них контракт выключен. По контракту они обязаны информировать избирательную комиссию. Как поняли, у них проблем вообще не возникало, они просто были готовы оказать консультационные услуги, но ни одной консультации не оказались. Так пусть за эти деньги хотя бы в суде окажут нам консультацию о том, что это за камеры с батарейками, которые не пишут часов реального времени. А что это за камера, которая вместо того, чтобы записывать в свободное пространство, начинает перезаписывать запись? А как так получилось, что в итоге у нас 1071 гигабайт, согласно пояснениям от 7 октября, за подписью председателя комиссии, все-таки был отснят? Что он представляет собой этот 1071 гигабайт в условиях постоянной перезаписи камеры? И как определить, какая у вас на участке стоит камера? Это так, на будущее для организации выборов, потому что одной из задач административного судопроизводства является не только санкция за уже допущенные нарушения, но и предотвращение будущих нарушений. И до этого судебного процесса никто не обсуждал год производства камер, как имеющие юридическое значение. А в этом судебном процессе год влияет на качество батарейки, качество батарейки влияет на то, какое время отображается, отображаемое время влияет на поведение камеры, что она не записывает круглосуточно, а перезаписывает постоянно одно и то же файл. Нам нужно в этом разобраться. Поэтому ходатайствую о вызове технического специалиста из этих сетевых технологий, чтобы он нам рассказал, как же это все-таки работает. На что тратят у нас 3 миллиона бюджетных денег по всей Псковской области. Может, не только у нас в Гдоргском районе батарейки неправильные стоят в камере. Виталий Михайлович, к вам вопрос такой, то есть с заявлением данного ходатайства. Какое отношение это имеет к рассматриваемому делу о незаконности выборов, нарушениях этого специалиста? Зачем мы допрашиваем этого специалиста? Вот у меня в пункте 4 написано, что нарушение порядка является и по 77 статье 67 закона, и по 226 статье Кодекса административного судопроизводства с самостоятельным основанием для незаконности решения. Если у нас камеры работали со сбоями, мы должны хотя бы масштаб этого сбоя понимать, чтобы потом не было сказано, что этот сбой был, но он не оказал существенного значения. Георетический факт. Могло ли это повлиять на воле заявления избирателей, на качество процесса подведения итогов, или не могло? Но еще раз могу точно, чтобы процитировать, позволяет с достоверностью определить результат того или изъявления, или не позволяет. Если у нас камера ничего не снимала при многодневом голосовании ночью, то мы не можем с достоверностью определить результат того или изъявления. Если у нас есть камера, которая всю ночь снимает все дни на часов закрытого участка и доказывает, что никого не было, работает исправно, то мы говорим о том, что в этой части порядок подведения итогов голосования абсолютно сплетел. Его технический специалист сможет ответить на те вопросы, которые госпожа Веселова не смогла пояснить. Он говорил, я не знаю, чего я спрашивала, что от него хотела. Про камеры, про батарейки, не знаю, мы даже их не смотрели. Пускай пояснит, что это за год камеры. Тем более, там один из ответов так-то 22-го года, то есть получается уже два года, как тот, кем был получен ответ, вот этот директор сетевых технологий, извиниться, технологий, производителя камеры, получил ответ, он знал, что в этих камерах есть такая проблема. Но все равно в 24-м году устанавливал их на участок. На участках в деревнях, где есть перебои с электроснабжением. Если это злоупотребление права, то, как минимум, меры на будущее, суд обязан принять. А то наверх сообщается о том, что выборы произведены прозрачны без нарушений, председатель Центральной избирательной комиссии рапортует, что многодневного голосования бояться не надо, все сейф-пакеты всегда под видеонаблюдением, все опечатывать, сторонник быть не может, а мы имеем в виду наглые, извините меня в броу. Все у вас или нет? На данный момент, по данному ходатайству, у меня все. Судья отклонил ходатайство по вызову технического специалиста. Судья также отклонил ходатайство представителя истца, юриста Виталия Исакова, о назначении избиркому штрафа 80 тысяч рублей за непредоставление видеозаписей и документов в суду без уважительных причин. Суд посчитал, что предоставить весь объем видеозаписи невозможно, поэтому штраф не оправдан. Ходатайство прокурора с просьбой конкретизировать данные Росетей по отключениям и перебоям на участке 493 по улице Колхозной тоже было отклонено как необоснованное. После перерыва Гдовский районный суд зачитал резолютивную часть решения и отказал в удовлетворении иска кандидата на должность главы Гдовского района Евгения Васильева. Он намерен оспорить это решение в апелляции. Что будете делать дальше, что пожелаете жителям Гдовского района, которые следят за ситуацией? Дальше мы будем обжаловать, причем уверенности абсолютно у меня как бы нет, но для граждан Гдовского района мне так кажется это важно, поскольку, как некоторые трактуют, я стремлюсь попасть любым способом в кресло, это нет, это абсолютно не соответствует действительности. Я стремлюсь показать гражданам законность исполнения решений вышестоящих как нашей властью, так и судебной властью. К сожалению, и власть, и судебная власть, она компрометирует себя в ходе участия меня вот в этих процессах. Я хотел бы поблагодарить всех, кто принимал участие с моей стороны и в качестве неставившихся свидетелей, и в качестве поддерживаемых меня граждан, которые находились в этих четырех судебных совещаниях. Все, кто следит за процессом, кто пишет отзывы, ставит лайки, спасибо вам за внимание. Все для вас. Мы продолжим следить за ситуацией с выборами главы Гдовского района. Читайте, слушайте Кромнаж, смотрите Эхо Псковы. Мы даем основные выдержки судебных прений, чтобы отметить все заявленные позиции во время заседаний по рассмотрению иска Евгения Васильева. Суд переходит в судебный прений, слово «пренийм» для заключения предоставляется по поводу первым выступает. В соответствии с честью первой статьи 62-й подходит с административным судопроизводством Российской Федерации, лица, участвующие в деле обязаны доказать, что есть цена, которые высылаются как на основании своих прибыли или возражений. Если мы проверим, то есть определение обязанностей выхазывания по административным дюймам и предусмотрены настоящим вопросом. Вместе с тем, доводы у нас из ЦА носят субъективный характер, некомпортизированным в судебном заседании, не подтверждены в судебном заседании. В судебном заседании у нас были исследованы документы, в том числе опрошены у нас свидетели. Кроме того, исследованы протоколы, имелись исследованные протоколы, которые показаны на то, что имелись наблюдатели от представителя ИСЦА. Вместе с тем, у нас уже жало особых мнений о нарушениях в ходе избирательной формы 6-го, 6-го сентября, в ходе 8-го сентября не поступало, никаких нарушений связанных с данным выбором не установлено в ходе судебного заседания, поэтому руководствуясь статьей в руководстве 67-м федеральным законом, также кодексом об административном судопроизводстве Российской Федерации полагали, что исковые требования не принесло оттуда для творения. Присаживайтесь. Так, слово принято предоставляется ИСЦУ административному. ИСЦУ административному судопроизводству позволяет каждому обратиться в суд за защитой своих прав. Персонализация своих прав всегда будет субъективной. Человек субъективно видит нарушения, требует доказательств и в открытом судебном процессе исследует, были ли нарушения прав или не были нарушения прав. Я сегодня вспоминал 14-ю статью, которая возлагает на суд обязанность создать условия для того, чтобы разобраться в том, нарушены ли субъективные права или не нарушены права. Без субъективности в восприятии того, что есть ответчик или несколько ответчиков, и допущены нарушения, и эти нарушения оказывают существенное влияние на права и свободы, и СЦА невозможно начать судебный процесс. А если Васильев обращается в суд не за защитой своих прав, у него должны быть спецполномочия. Таких полномочий у Васильева нет, они, например, есть у прокурора. Поэтому сама по себе субъективность характера заявленных требований абсолютно укладывается и в требования 3-й статьи Кодекса административного судопроизводства и 4-й статьи, а также в требованиях Конституции, которые гарантируют судебную защиту каждому его индивидуальных прав и свободы. И в первом заседании напомню, что административный стец ясно и небосмысленно заявил, какое кондиционное право он защищает. За защиту данного права он обратился в суд общей юрисдикции, рассчитывая на процедуру, которая предусмотрена в кассе. Доводы, говорит нам прокурор, неконкретизированы. Уважаемый суд, к каждому судебному заседанию я готовлю письменную правовую позицию, в которой я реагирую на доводы, услышанные со стороны суда, на вопросы, которые суд задавал. В ходе заседания я даю устные пояснения и письменно их подкрепляю на следующий день судебных заседаний. Так вот, невозможно конкретизировать, не указывая ни одно из нарушений с ссылкой на конкретный подпункт, конкретного пункта, конкретной статьи 67-го федерального закона об основных гарантиях избирательных прав. Конкретизация происходит только в том случае, когда ты изучил эту статью и можешь слечить ее с тем, что происходило у вас на самом деле, по вашим собственным наблюдениям, по пояснениям свидетелей, по документам, которые имеют материалы дела, по пояснениям тех, кто не готов в силу тех или иных причин, законных или незаконных, выступить в качестве свидетеля в судебном заседании, но готов делиться информацией. Вся эта информация стала основанием для того, чтобы перечислить нарушения. И конкретизация заключалась в следующем. Во-первых, было указано место совершения нарушений. В качестве такого места указаны помещения для голосования конкретных участковых избирательных комиссий. Мы в ходе судебных заседаний обращались к номерам, могли установить, где территориальные дни, в какой деревне или же в городе Гдове, в каком помещении, по какому адресу находятся, не возникало никакой проблемы с территориальной реальной идентификацией. Мы могли указать дни голосования, временные интервалы, в которые мы даже не находились, но могли их обозначить. Из 61 часа времени мы просили по каждому из нарушений выделить отдельный интервал, в который процессуально долго приходили эти нарушения. Мы конкретизировали каждое нарушение и давали каждому нарушение свое наименование. Вбросы термин широко распространен. Подмена бюллетеней – широко распространенный термин. Отсутствие прозрачности, нарушение порядка видеозаписи – широко распространенный термин. Нахождение посторонних лиц в помещении для голосования за рамками отведенного периода – широко распространенный термин. Эти термины не требуют дополнительных пояснений. Их содержание ясное и сложившееся в судебной практике, Из положения 67-го федерального закона, из постановления Центральной избирательной комиссии. Исходя из того, что на мои предложения задать конкретные вопросы, что непонятно, я ни разу не услышал отклик. Я услышал исключительно повторение о том, что все равно не конкретизировано. Такая ситуация происходит тогда, когда в судебном заседании нет задачи разобраться, что же все-таки произошло, почему стороны не могут понять друг друга, а когда есть задача сделать одну виноватой – лишить права на судебную защиту. Вместе с тем, напоминаю, что обязанность суда обеспечить возможность всестороннего исследования обстоятельств дела, выбор применимого права, определение предмета доказывания – это все черным по белому написано в Кодексе административного судопроизводства. Кодекс административного судопроизводства, если бы, естественно, на момент обращения в суд уже обладал всеми неоспоримыми доказательствами, заверенными надлежащим образом и обладающим надлежащим объемом своей достаточности, состоял бы только из двух статей. Первое – предъявление исков, второе – вынесение решений. Все. Но в Кодексе административного судопроизводства есть десятки полномочий суда, которые обязывает суд совершать конкретные действия, если у истца на руках нет доказательств, которыми подлежат доказыванию обстоятельства дела. Недопустимо ставить под условия истребования доказательств, если известно, где они хранятся, в каком объеме они хранятся, если подтверждена невозможность предуставления к истцам, недопустимо говорить истцу, что истец сначала должен доказать что-то, чтобы доказать свое право на истребовании судов и доказательств. Не предусмотрена судебная форма приняты отмены определений об истребовании доказательств. Не предусмотрена судебная форма освобождения от ответственности за неоднократное непредоставление доказательств. Причины, по которым не предоставляются доказательства, должны соответствовать тем причинам, которые указаны Кодексом административного судопроизводства в качестве допустимых. Регулярно по всей стране суды применяют судебные штрафы и гражданам, которые приносят справки о своем малоимущем положении за то, что не представили какую-то справку свою, запрошенную судом, не подтвердили свой факт. Регулярно юридические лица, которые не уложились в срок буквально один день, нарушили судебные определения о предоставлении доказательств, все равно сталкиваются с судебными штрафами. Но только территориальная избирательная комиссия, которая в обосновании невозможности предоставления указывает исключительно то, что истцом не приложены какие-то конкретные, конкретизированные доводы, давая уже оценку доводам до первого судебного заседания, читает возможным и ко второму, и к третьему, и к четвертому все равно не предоставлять эти доказательства. Хотя такие доказательства, вся избирательная документация специально хранится и не подлежит уничтожению, как бы долго не проходили судебные разбирательства до вступления в силу решения суда. То есть законодатель одной рукой специально создает конструкцию, при которой эта документация предназначена для суда. Но вместе с тем, по обменению административного ответчика, другой рукой законодатель создает правила, по которым человек, будучи кандидатом, не может ознакомиться ни в процессе голосования с этой документацией, потому что она закрывается под угрозой якобы разглашения персональных данных, ни после подведения итогов голосования до обращения в суд, потому что он бывший кандидат, ни в судебном порядке даже при наличии запроса суда. Вместе с тем, мы обращаем внимание, что той информацией, которую мы получали в ходе четырех судебных заседаний, что в письменном виде, что в виде пояснения свидетеля, нам уже достаточно для того, чтобы говорить о том, что нарушения наши конкретно, которые были перечислены в письменных документах, они подтверждаются доказательствами. Если говорить о том, что мы должны подтвердить, напомню, о чем говорил сегодня я. 226-я статья КАС. Мы должны доказать по категории дел об оспаривании решений органов, обладающих публичными полномочиями, должны доказать, что нарушаются наши права раз, два, должны доказать соблюдение профессионального срока на обращение в суд. Эти два основания обоснованно подтверждаются самим административным исковым заявлением. Васильев не был избран благодаря действиям УИКов. Действия УИКов совершались по незаконной процедуре. Информация о незаконности этой процедуры содержится в архиве территориальной избирательной комиссии. Вместе с тем, одно из основных доказательств об отсутствии надлежащей степени прозрачности проверяемости процесса голосования подтверждено теми скудными доказательствами, которые удалось истребовать. Это подтверждается тем, что в нарушении постановления Центральной избирательной комиссии о порядке проведения многодневного голосования места хранения сейф-пакетов не находились круглосуточно под видеонаблюдением или видеофиксацией. У нас нет доказательств, которые подтверждают, что такие места круглосуточно находились под работающей видеокамерой. Свидетели нам подтвердили, что они не проверяли работы для этой видеокамеры. В материалах дела есть информация о неких скачках напряжения или же перебоях в электроснабжении, которые приводят к абстрактным сбоям в работе видеокамеры. Мы не знаем, что именно произошло и с какой камерой, но знаем, что оснований доверять информации, которая собиралась в данной камере, нет. И это же признает административный ответчик. Указывая на то, что возможно были некоторые сбои, которые приводят к перезаписи видеофайлов. Что невозможно выкачать этот видеофайл. Если этот видеофайл невозможно выкачать, разобрать, сохранить, представить судьбу, значит смысл видеозаписи теряется полностью. Деньги, потраченные на оборудование видеокамеры, потрачены бессмысленно. И никто не проверял, обеспечивается ли установлено в стране забирательной комиссии 67-м федеральным законом цели избирательного законодательства. А находясь в судебном заседании, административные ответчики с удовольствием признают, что очень хорошо, что у нас нет видеозаписи. И это мы вменим в вину человеку, который не отвечает и не должен отвечать за качество видеонаблюдения и видеофиксации на избирательном участке. Более того, нам подтверждают сотрудники, председатель территориальной избирательной комиссии, что он не понимает, как работает система видеофиксации. Нам представитель говорит о том, что он не обладает специальными техническими познаниями, нужен специалист, который подтвердит, каким образом будет происходить копирование материалов на носитель. У суда до сих пор нет представления о том, что это за секретный носитель. Можно ли эту камеру принести и в зале судебного заседания исследовать. Почему эту камеру можно установить в любом другом помещении Гудовского района, однотипном здании, такое же, которое похоже на суд, но только в суде эту камеру нельзя подключить и нельзя ее посмотреть. Мы до сих пор не знаем, насколько серьезным должен быть скачок напряжения и не можем это в будущем учесть. И все жители Гудовского района будут теперь понимать, что если установлена камера, это ничего не значит. Хотя значит одно, что на нее лишь потрачены деньги, а в будущем на нее никаких надежек нет. Нам меняется в вину, что якобы все наши наблюдатели присутствовали на участках и могли наблюдать все. Это не подтверждается ни одним из материалов дела. Просто-напросто нет какого-либо документа в материале дела, который бы говорил, что это наблюдатель назначен избирательным объединением, которое выдвинуло кандидата. Это наблюдатель находился на этом избирательном участке в такое-то время. Это наблюдатель не писал каких-то жалоб. Это все доводы представителя административного отмечения. Мы же подтверждаем, что не было всех наблюдателей на всех избирательных участках. Не было такой возможности. Мы просили суд вызвать наблюдателей. Суд отказал по причине, которая ничего общего с процессуальным законом не имеет. Якобы потому, что наблюдатели заходили в зал судебного заседания. Это норма единственная, которая регулирует порядок взаимодействия со свидетелем. Черным по белому пишет. Явившиеся свидетели удаляются из зала. Удалить из зала можно только того, кто уже в этом зале оказался. Поэтому пересечение границы входа в зал судебного заседания не лишает тебя статуса лица, который, возможно, свидетелем. Ты сначала удаляешься, а потом вызываешься, будучи свидетелем. Но лишить человека права участвовать в открытом судебном процессе – это уподобление территориальной избирательной комиссии, которое означает, что и даже в судебном порядке вы не сможете проверить, что у нас происходило в помещениях для голосования. Обещения для голосования разобщены, находятся в разных точках района. Возлагать на кандидата обязанность проконтролировать, как происходит голосование в каждом из этих помещений, невозможно физически. У него нет таких ресурсов. Однако территориальная избирательная комиссия, которая финансируется из бюджета, которая обладает большим штатом и большим штатом участкового избирательной комиссии, отказывается предоставлять какие-либо доказательства, возлагая все это на кандидата. Мы также говорили о случаях давления на свидетеля, это не вызвало интереса у свидетелей, у суда никакого. Мы говорили о случаях противоречий даже в трех маленьких бумажках, которые принесла нам избирательные ответчики, избирательная комиссия. Нам представитель не смог сформулировать, какие вопросы он ставил перед ростсетями, с чем были вызваны эти вопросы. Только после перерыва нам представитель УИКов дал этот запрос, что является достаточно странным. Также нам представитель заявляет такие вещи, что госпожа Веселова, она не может говорить за всю комиссию. Но запросы за своей подписью, без печати комиссии, она почему-то может направлять, хотя не является ответчиком данного спорта, является ответчиком комиссии, а не Веселова. Госпожа Веселова подписывает постановление и не помнит пункты своего же постановления, и не помнит, зачем это постановление принималось, и ради обеспечения чего оно реализовывалось. Госпожа Веселова говорит, что она производила инструктаж председателя УИКов, а председатель УИКов даже не умеет пользоваться видеокамерами, не могут объяснить, к кому обратиться. Госпожа Веселова нам говорит о том, что никаких сбоев не было, потом приводят случаи, что падали столбы, и ночью ей сообщали о сбоях и перепадах напряжения. Вместе с тем она это не вносит. Установлены ее же правилами реестр каких-либо сбоев, которые она должна вести. Где правило о том, что ночные сбои не вносятся, хотя именно ночью, именно камера является единственным способом фиксации нарушений, потому что ни наблюдатели, ни члены УИК, ни СМИ, и кто не может находиться в помещении для голосования, что также в положении цикла многодневного голосования написано, не сказано. На прямые вопросы, а как вы работаете с помещением для голосования, вы их опечатываете, нам говорят, что нет, мы их не опечатываем. У нас ходит сотрудник полиции, где-то там, во всем здании. Что он охраняет, непонятно, нам не было сформулировано. И инструкции даются 10 минут, нам также не сформулировано. Что делает председатель комиссии, когда вся комиссия покидает сразу после опечатывания, непонятно. Кто производил опечатывание? Никто. Это помещение было оголено ночью, что следует из сложившихся материалов дела. Мы требовали важные доказательства. Это истребование реестра заявок для надомного голосования. Вы, уважаемый суд, оглашали протоколы, исследовали, мы их читали буквально полчаса назад. Если вы обратите внимание на то, какое количество бюллетеней для надомного голосования выдавалось, можно прийти в ужас, если сравнивать это с общей федеральной практикой. Никогда такого количества бюллетеней для надомного голосования не выдается. На некоторых участках буквально 4 штучки, а на некоторых 83. Это означает, что комиссии было включено задание сделать так, чтобы никто не видел, как вы наберете установленное количество голосов. Они набирали как могли. Наблюдатели, которых вы не вызвали, как раз таки готовы были подтвердить, что комиссия, когда находилась с наблюдателем, возвращалась через 3 часа, обойдя несколько единиц людей, которые голосовали. Но когда наблюдатель не ходил с комиссией, она возвращалась с полной набитой этой уровней переносной для голосования. Несколько десятков единиц бюллетеней. То есть действия комиссии при присутствии наблюдателя кардинально отличаются от действий комиссии в отсутствии наблюдателя. Обратите внимание, как составлены протоколы. Один протокол был составлен через 20 минут после закрытия участка. За 20 минут невозможно не то, что контрольное соотношение все перепровернуть, внимательно. За 20 минут невозможно перечитать бюллетени, которые признаны неиспользованы. Невозможно их погасить. Невозможно все это в увеличенную форму протокола внести и сверить. Невозможно перечитать по правилам. Невозможно по всей книжке пройтись и пересчитать, и все это заверить. Чисто работа по заверению будет занимать больше, чем 20 минут. А у нас за 20 минут уже итоговый протокол готов. Не дана никакая оценка, не исследованы доводы о том, что запрещалось гасить бюллетени до распоряжения председателя территориальной избирательной комиссии. А такие вещи происходят исключительно для того, чтобы ТИК понимал, какие цифры с каждого участка он может получить. Где безопасно считать бюллетени так, как хочется ТИК. А где нужно постараться не скрыть нарушения от наблюдателя. Почему члены участковых избирательной комиссии прятали упаковку сейф-пакетов и то, как они убирали их в сейф. И почему места печатывания сейф представляют собой вырезку из бумажки, которую можно легко либо канцелярским ножом снять, либо она на очень слабой клеевой основе крепилась, которая отрывается на очень слабой канцелярской клее и закрывается. Якобы печать. Почему качество опечатывания было таким низким, мы также это не выяснили. Мы не выяснили, почему удаляли наблюдателей в момент подсчета голосов на определенное расстояние. Общефедеральная практика, но это негативная практика. Если мы читаем 67-й федеральный закон, каждый из пунктов нарушений, которыми указаны в точнее упыску, если мы читаем порядок подведения итогов голосования, то мы видим, что в зоне обзора наблюдателей должно находиться. Наблюдатель должен видеть все, вплоть до мелочей. Он должен видеть, как перечитывается бюллетень, какие отметки в бюллетене. Прикрываться персональными данными 67-й федеральный закон не разрешает. Это придумка избирательных комиссий, которые почему-то обеспокоены персональными данными больше, чем качественные избирательные процедуры. Более того, у нас нет информации о том, где же в сейф-пакетах. Все вопросы о сохранности сейф-пакетов были пресечены. Никто не знает. Никто не может сказать, какие распоряжения, какие инструкции по манипуляциям сейф-пакетов раздавались. Такое ощущение, что документ, на который составляется акт, на котором ставятся подписи, которые относятся к персональным данным, просто где-то выкидывается. Или, наоборот, прячется, чтобы никто никогда не нашел. В данной ситуации, почему-то, избирательная комиссия не беспокоится о персональных данных. Напоминаю, 152-й федеральный закон, 6-я статья. Для целей, связанных с исполнением судебного акта, допустима обработка персональных данных без согласия субъекта персональных данных. Нам любят говорить о том, что никаких жалоб не поступало. Так вот, и на нас до сих пор в ходе этого судебного процесса ни от кого не поступало каких-либо жалоб на то, что господин Васильев хочет незаконно ознакомиться с чьими-либо персональными данными. Это означает, что представители избирательной комиссии занимаются манипулированием. Они указывают на некую ценность, которую необходимо защитить, и в целях защиты этой ценности они готовы пойти на любые нарушения. Если бы речь шла о защите персональных данных по-настоящему, мы бы хотя бы оценивали степень вмешательства в угрозе. При этом мы спокойно для цели правосудия сканируем материалы дела, ксеропопии, паспортов, доверенности составляем, где есть все эти персональные данные. Между собой мы не боимся. Услушателей, которые приходят, также спрашивают их фамилии, имя, отчества. Мы их идентифицируем, получаем персональные данные, но только не в тех, чьи документы хранятся в территориальной избирательной комиссии. Таким образом, за эти четыре заседания мы создали идеальную доказательную базу того, что все органы власти делают все, что угодно, чтобы скрыть качество процедуры избирательной, так называемой, которая произошла в ГДОВском районе 6, 7 и 8 сентября. Возникает следующая проблема. ГДОВ – это не округ федерального значения. Это достаточно маленький, компактный район. Количество избирателей в некоторых участках измеряется полутора сотни. Люди знают друг друга, люди слышат друг друга, люди следят за процессом. И по итогам процесса они получают следующее. Что сначала суд заявляет свою позицию истребовать, а потом сводит ее на нет, мотивируя тем, что видители не могут представить. Хотя двое этого представителей говорили, мы можем, но не видим желаний и возможностей необходимости представлять. Суд повторял, требовал повторно, суду отказывают. Это называется пренебрежение судом. Умоление авторитета судебной власти. Дик, извините меня, уважаемый суд, потеряет у вас ноги. И предлагает вам принять незаконное решение. Мы сталкиваемся с тем, что... Выбирайте выражение. Я даю оценку не действием судов, уважаемый суд. Я даю оценку действием своего процессуального опания. Мне тик сможет... Какая вас не перебивала, выражаетесь как положено. Проявляет крайнее неуважение. Думаю, эта формулировка является более мягкой с точки зрения выражений, а более жесткой с точки зрения смысла. Тик также не уважает прокуратуру. Он предлагает ей некую концепцию того, что истец не конкретизировал нарушения. Он предлагает прокуратуре занять позицию ТИК без возможности ответить прокуратуре на все наши долги. Мы не можем заявлять в процессе прокурора задавать какие-либо вопросы. Это уникальность. Прокуратура в процессе, при котором прокурор в конце лишь говорит, дает некое заключение. И по странному совпадению оно копирует все реплики, которые озвучены представителем административного ответчика. Даются ссылки на несчастную 62-ю статью, в которой сказано, что мы должны подтверждать свои нарушения. Так вот, раз уж прокурор обращает внимание, начинает свое заключение 62-й статьи, позволю себе повторить, что слово «подтвердить» даже не однокоренное, а слово «доказать». Доказывание и подтверждение – это две совершенно разные процессуальные категории. Доказывание осуществляется с помощью доказательств, а подтверждение осуществляется с помощью логически связанных доктов. Мы говорим о нарушении некой нормы права и подтверждаем конкретной ситуацией обстоятельства. Где, кем, когда это происходило. У нас определена и территория, у нас определенный и круг субъектов, из которых нам нужно разбираться, кто конкретно допустил это нарушение. У нас указаны последствия этого нарушения, в чем оно выражалось. Нет ни у кого сомнений каких-либо, о чем идет речь. В данном заседании все все прекрасно понимают. И включать, извините меня, и самого далекого человека, который говорит, я не знаю и не могу разобраться в том, о чем вы вообще говорите, в условиях небольшого избирательного округа Гдовского района, где всего 20 уиков и несколько тысяч избирателей, которых реально можно судей пересчитать по пальцам, учитывая не самую большую загрузку Гдовского районного суда, то в данной ситуации мы абстрагируемся от всего и говорим, что мы не оцелем, ничего не понимаем. А понимаем мы то, что подтвердить Васильев Мород не может как бы доказать, а вот были бы у него доказательства, которые нужно было бы истребовать и получить практики, тогда бы он еще и доказал все. И вот это страшно. Хотя то, что происходит, не менее страшно, когда представитель областной комиссии сначала говорит, что областная комиссия тут ни при чем, потом сотрудник областной комиссии занимается представлением и ТИК, и УИКов, потом нам к вопросам, обращенным к ТИКу, говорят, этот вопрос относится только к ТИКу, он к вопросам организации деятельности УИКов не относится, этот вопрос снимается. То есть общие системы избирательных комиссий, когда нужно избирательных комиссий, работы. Ну, например, печать. У Вас протоколы лежат, там стоит копия, верна, и печать избирательных комиссий в области. Там, в письменных документах, материалах, где он заверяется. А когда нужно их сделать как бы самостоятельно, независимо, то нет проблем. Они разные у нас системы. Когда мы обосновываем ответ, что нам не давали видеозаписи, нам говорят, правильно, не давали, можете в судебном порядке получить. Идем в суд, нам говорят, нет. В судебном порядке вы не можете получить, пока не представите доказательства. На следующих выборах, если мы придем и начнем осуществлять свою видеосъемку, нам скажут, нет, видеосъемка занимается исключительно ТИК. Если мы скажем, что мы хотим вести видеозапись, чтобы потом истреливать видеозаписи ТИК, и нам скажут, нет, такой процедура не правосмотрена. Такой подход является правовым издевательством. Издевательством над правами и свободами человека и гражданина, издевательством над человеческим достоинством. Но должно все работать в нормальной правовой системе совершенно по-другому. Права и свобода и человек должны быть высшей ценностью. Права и свобода должны определять смысл законов, деятельность исполнительной власти и обеспечиваться правосудованием. Каждому должно гарантироваться возможность свободной реализации его конституционных прав. Если есть сигнал о нарушении конституционных прав, это самодостаточная заявка для серьезного разбирательства в том, было ли нарушение или нет. И речь в данном процессе идет как раз таки о нарушении конституционных прав. У нас же гарантии судебной защиты нет. Никакой, покуда ты сам всем все не доказал, что содействия со стороны суда, извините, в данном заседании не случилось. Была надежда, но она была прокинута самим же судом, прошу прощения. А потом мы получаем информацию о том, что председатель избирательной комиссии области заявляет о том, что выборы прошли абсолютно без нарушений. Так о каких нарушениях может быть речь, если вы сами решаете на основании своих же доказательств, вы ли нарушение или нет. Зачем перед кем-то тогда отчитываться и кому-то на публику это говорить? В целом мы сформировали некий судебный процесс, который показывает, в каком состоянии у нас находится власть суда, прокуратуры, избирательных комиссий, какое качество подготовки членов участковых и территориальных избирательных комиссий. Те, кто присутствовало здесь, те, кто слышал о деле информации, они получили достаточно. Кто-то в чем-то подтвердился, в том-то в чем-то разуверился, кто-то потерял одежду. Но самого главного разобраться в том, что же все-таки произошло, если говорить сухим юридическим языком, но понятным для каждого случая, нам не удалось. То есть мы, сидя тут, минимум четверо людей с высшим юридическим образованием, не смогли, обладая ресурсами времени, компактной локации, ответов на наши письменные запросы. Судебные власти обыстрелились все предоставить. Живя в 21 веке, в котором ведется за 3 миллиона рублей видеофиксация, мы не смогли разобраться, что же происходило на избирательных участках. Не установили крайне важное. Обстоятельство. Итого мы получаем, что перед вынесением решения суд должен удалиться в ситуацию, при которой ему нечем руководствоваться из обстоятельств. Ничего нового суд не получил. В такой ситуации по праву следует удовлетворить административные исковые требования. Потому что административный ответчик не смог доказать законность своего решения. не смог доказать соблюдение порядка установленного 67-м федеральным законам. Важное уточнение, сами протоколы не являются доказательством того, что они подготовлены в правильном порядке. Написать в протоколе можно все, что угодно. Любые цифры. В избирательных правоотношениях важны постадийность и соблюдение процессуальных правил на каждой стадии. Те проверки книг, которым мы до сих пор не имеем доступ, они имеют доступ в суд, имеют доступ представитель ответчиков, сами ответчики, а мы не имеем. Это как раз иллюстрация того, что возможности для состязательства судом обеспечены, к сожалению, не было. Таким образом, считаю, что решение будет правомерным только в единственном случае удовлетворение заявленных административных исковых требований по той причине, что порядок, установленный 67-м федеральным законом и постановлениями ЦИК РФ, не соблюден. Как минимум в части обязанностей комиссии проводить видеофиксацию в ходе многодневного голосования. Этого будет достаточно. Когда же потом распорядится судьба, будут проведены повторные выборы, снова будут проводиться какие-то процедуры. Это уже зависит не отсюда. Суд, установив юридические нарушения или недоказанность юридической правоверности, отправляет комиссию проводить судьбу на второй год. Но так удастся сохранить авторитет суда в глазах жителей Мдовского района. Так удастся показать, что недопустимо тратить деньги на оборудование камерами, которые, даже непонятно как работают, и свою главную функцию фиксации нарушений исполняют. Так удастся прийти в безумные, бессмысленные, беспощадные судебные процессы вновь и вновь. Потому что, когда мы легитимируем произвол, этот произвол питается силой для своего роста. Он хочет совершать дальше, дальше и дальше. В какой-то момент нужно уметь остановиться. И проявить большую честность, благоразумие. Вот, уважаемый суд. А в целом, благодарю вас за решимость в самом начале 19 сентября истребовать эти документы. Присаживаюсь. Решите вас. Пожалуйста, Евгений Евгеньевич. В душе у меня, как по всей видимости у многих здесь присутствующих, звучат аплодисменты. Но мы не будем нарушать покои уважаемого суда. Я со своими доводами к вам обратился с просьбой оказать мне помощь. Не только мне лично, но и гражданам Гудовского района. Мне так кажется, коим является и представитель этого суда. К сожалению, видимо, какая-то зависимость перед кем-то или перед чем-то. На этом этапе я уже могу давать такое объяснение. Это сделать помешало. Но, тем не менее, я рад, что я присутствовал на этом процессе. Спасибо. Присаживайтесь. Так, слово «привет» представляется представителю обучика Соколову Борисову Алексеевичу. Вы заинтересованы в лице. Важное уточнение. Действительно, удивительно, что в настоящее время очень какое большое и длительное заседание было у нас. И количество заседаний. И представитель административного лица до сих пор не знает, что я являюсь в том числе представителем территориальной избирательной комиссии в данном судебном заседании. И удивительно, во всем данном длинном выступлении интерпретация действующего законодательства, основанная лишь на эмоциях, а не фактических обстоятельствах и на действующем законодательстве. Процесс, как указывает административный ответчик, обязанность доказывать административному ответчику законность принятого решения, сводится к тому, что административный ответчик указывает, да, то есть в чем определяется законность принятого решения. Как мы указывали уже неоднократно ранее, законность принятого решения сводится к процедуре принятия данного решения, соответственно, к порядку его принятия в соответствии с установленной законной процедурой и законными требованиями. В этой части уже я подробно до этого указывал о том, что все протоколы, которые в настоящее время оспариваются административным ИСОМ, оформлены надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством, содержат все эти требования, которые предъявляются к данному документу, подписаны полномочными лицами в полномочном объеме и составе. Соответственно, есть избирательное законодательство, тема четко регламентирована, что есть определенные процедуры, которые имеют право в том числе с целью реализации, как любят активно употреблять свои речи, административность, истец открытости и гласности, реализовать свои права и обязанности, которые предусмотрены как раз таки действующим законодательством. Если неоднократно в суде самая простая вообще линия защиты административного ИСОМ основана на том, что многократные нарушения везде и повсюду. Соответственно, в данном случае это как раз таки соблюдение требования Кодекса административного судопроизводства о том, чтобы подтверждать данные нарушения, почему-то игнорируются в том числе в этой части. Самое простое – обратиться, якобы наши права нарушены, давайте изучим все, все просмотрим, все изучим, проведем ревизию. Что категорически не основано на нормах действующей законодательства, в этой части мы оставим на своей позиции. Что касается самой процедуры непосредственно, да, все действия, которые в том числе, несмотря на то, что вот в последней, я обратил внимание, в том числе в последнем обращении, в письменной позиции административного САА в том, что якобы ни одной фразы о том, что это предположение и так далее не содержится неоднократно в своих выступлениях указывается. Что мы предполагаем, что совершено то-то, 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 то есть на каждом избирательном участке, что в принципе не может и не подтверждается ни материалом дела, и не может быть подтверждено в силу того, что их попросту не было. И указывая на то, что мы должны, ну, как представители территориальной избирательной комиссии Гудовского района, доказывать все те предполагаемые нарушения, но просто не основаны на нормах действующего законодательства. Мы законность, как я считаю, подтвердили. В этой части также и прошу обратить внимание, что в протоколах об итогах голосования на каждом избирательном участке, в случае, если они были и не умели место выйти, при нормальном ходе голосования, если кого-то в чем-то ограничили, кому-то что-то не предоставили, кому-то чье-то право нарушили, написать соответствующую обращение, либо жалобу, которая будет рассмотрена незамедлительно, и это как раз-таки реализует право на восстановление нарушенных прав, как участников избирательного процесса, который в день голосования присутствует на избирательных участках, так и иных лиц, которые имеют право присутствовать как на процедуре голосования, так и непосредственно на подсчете голосов. В данном случае удивительный факт, но ни одного нарушения, ни одного обращения ни у участковой избирательной комиссии в этой части не было, что и отражает факт, в том числе в подобном протоколе, графой 0, в жалобах, которые были рассмотрены участковыми избирательными комиссиями. Не рассматривали жалобы, потому что их не было. Что касается членов комиссии, еще раз напомню, что различные политические партии состоят у участковой избирательной комиссии. Есть опять же установленная законная процедура у членов уже у избирательной комиссии, если нарушен порядок, нарушена процедура, не согласен с принятым решением, как раз-таки, которое у нас в настоящее время оспаривается, подать особое мнение на данное принятое решение, потому что решение принимается коллегиальным органом участковой избирательной комиссии. Не единолично кем-то, не единоличным должностным лицом, а именно коллегиальным решением уполномоченного на то органа. Соответственно, данное решение принято. Ни один из членов коллегиального уполномоченного органа не высказал позицию о том, что он не согласен в том числе представители от политической партии «Яблоко» членов участковых избирательной комиссии. Здесь замечу, у нас сейчас рассматривается 17, 16 участковых избирательных комиссий есть представители политической партии «Яблоко» в составе участковых избирательных комиссий. Тем факт еще более удивительный, что, в принципе, у нас, если, перейдем тоже непосредственно к протоколам, я уже указал, что они полностью соответствуют действующим законодательству в настоящее время тоже. У административного ответчика имеется возможность ознакомиться с данными протоколами, которые не имеют никаких арифметических нарушений, все контрольные соотношения сходятся, и каких-либо недочетов в оформлении протоколов выявлено не было, и не установлено, и не может быть установлено, потому что нарушения все просто не было. Говорить о том, что на территории Игдовского района существенно превышает, по сравнению с Российской Федерацией, или, не знаю, откуда взята аналитика, о том, что выездное голосование, количество, да, превышает какую-то допустимую норму. Никаких допустимых норм не устанавливается действующим законодательством. Есть четкая процедура, и четкая обязанность избирательной комиссии обеспечит реализацию прав, независимо от того, какое количество поданных заявок или заявлений, соответственно, подано в соответствующую избирательную комиссию. Поэтому в этой части, полагаю, тоже никаких нарушений допущено не было. Все те, не знаю, сформулировать слово, ну, предположения, опять же, не хочу уподобляться стороне административного лица, те предположения ничем не обоснованы и носят формальный характер с точки зрения их изложения. Проще всего взять нормы действующего законодательства, добавить приставку «не» и говорить, что комиссия этого не делала, этого не делала, этого не делала. С точки зрения административного лица комиссия вообще подсчет не вела, а просто даже, не знаю, и ни один из наблюдателей присутствующих на избирательном участке этого, как выясняется, не заметил, потому что ни одного обращения и жалобы не было, и в дальнейшем уже появляются какие-то формализованные тексты и недовольственные понятия. Таким образом, доли изъявления граждан, на мой взгляд, оно достоверно определено, и основание, которое предусмотрено действующим законодательством для отмены итогов голосования, которые должны быть не просто любыми нарушениями, а именно существенными нарушениями, которые не смогли определить воли изъявлений граждан, суду не представлены и не названы. В связи с чем, полагаем, в удовлетворении административного искового заявления административного СССР просим отказать в полном объеме заявленных требований. Редактор субтитров А.Семкин